Доброй ночи еще раз всем. Переключаемся на второй матч между командами Not Today и командой Complexity. У нас на повестке вторая катка и первая игра закончилась в пользу команды Not Today. Причем с большим преимуществом, с огромным разрывом. Там 18-2 было по фрагам и по-моему 100-0 было по товарам. Никто со стороны Not Today толком, со стороны Complexity Gaming ни на что толком не созрел. Кое-как заковыряли товар на топе 1-т1 и все. Собственно на этом пуш со стороны Complexity остановился. А пуш команды Not Today сработал. Был Чен в пике, был Разор, был Шадоу Шаман. Все это в общем-то удачно использовали Not Today. Ну в данной катке у Not Today два великолепных персонажа, как по мне. Те, которые делают шоу-тайм постоянно. Энигма и Инвокер. Инвокер отдельная история, но Энигма не надо обсуждать, да? Собственно вы прекрасно понимаете за счет чего там экшен. Давайте сразу по пику пробежимся. Второй раз на Today забирают себе Разора. Также в пике Леон, Инвокер и Энигма их уже озвучил. Огр Маг, Скайрос Маг и Акс вместе с Джаггернаутом для команды Complexity. Но опять же, Complexity мне немножечко как-то пабом отдают. Какой-то масс стратегии не видится. Какие-то файты тоже вменяемые нельзя нарисовать. В прошлой катке вообще я не очень понимал пик Complexity Gaming. Ну дай бог конечно, чтобы Complexity Gaming понимали свой пик в прошлой катке. Он в любом случае не сработал. Как будет сейчас, увидим. Пока что на Today опять же страта повеселее. Тут все строится на Энигме и все, наверное, строится на Инвокере. Удачные врывы. Торнадо под ноги всем. А дальше все ныряют у нас премикум в Black Hole. Шторм Спирит и Бристлбэк отходят у нас пятыми банами соответственно. Ну что, немного времени остается. Минута на последний пик для Complexity и полторы минуты для Not Today. Чего не хватает вообще в Complexity Gaming? Нет мид героя. Есть акс для сложной, ну и в мид варлок. Вот теперь Complexity мне посимпатичнее. По-моему, теперь хоть что-то да вырисовывается потихонечку. Варлок, конечно, интересен. Просто интересен тем, что не пикается часто. Не появляется у нас в катках. Соответственно, интересно наблюдать за реализацией данного персонажа. Ну и последний пик для Not Today. Мидер уже есть. В принципе, имеется, я думаю, и оффлейнер. Энигму, скорее всего, отправят у нас на оффлейн. Хотя, может быть, сейчас возьмут еще одного оффлейнера. Энигма просто отправится в лес. Забанили Бристлбэка. Ну, еще много кого можно взять. Я думаю, Тайтхантер самое оно по данному пику. Все толстые, все неуязвимые. У инвокера будет Форстаф. Энигма толстоватый пойдет, наверное, в БКБ. Разора тоже попробуют за цепи. Ну, почему бы не взять Тайтхантера? В любом случае, еще минута 20 есть у команды Not Today на то, чтобы подумать. Ну, Магнус, Тайтхантер, по-моему, смело могли бы заходить. Клок. Нет, Клок не в бане. Ну, Клокверк опять же по данной стратегии не факт, что зайдет. Меньше минуты осталось у Not Today. Призадумались. Вообще, чего думать? Толстяка какого-нибудь на сложную и пошли выковыривать по чуть-чуть комплексити гейминг. Хотя стратан на лайне тоже серьезно. Огурмаг и Скайросмаг вместе с Джаггернаутом, по-моему, более чем серьезно. Замедление от Скайросмага. Игнает от Огурмага. И Джаггернаут через Блейдфьюри в любом случае разбирает персонажа, который далеко от своего Тауэра отошел. Да и который недалеко от Тауэра отошел, тоже разбирает. Фейслес Воид. Ну, собственно, что сказать. Фейслес Воид, как я понимаю, отправляется у нас в сложную фармить. Больше не фармить, больше получать левел, потому что Энигма с невыговариваемым вообще для человека, у которого русский язык родной, ником. Поэтому называть не будем, кто у нас играет на Энигме. Смэш на инвокере в мид. МСТ у нас на Леоне. Отыгрывает Разор. Ну, глянем, как там распределят роли игроки команды на Today. В комплексите Gaming Swindle Melons взял Варлока. Только что играл на Квапе, играл на Квапе в легкой. Фармил неплохо, но команда оказалась просто бесполезной по факту. И лились по всей катке. Ну, посмотрим на расстановку лайнов. Что придумали вообще в комплексите? Ну, да, все. Варлок вижу по... Итем билду отправляется у нас в мид. Собрал нул талисман. Это все для фарма. В общем-то, начальный дэмэдж у Варлока приличный. Можно и пофармить. 62 с руки. Кто там против него будет? Инвокер. Инвокер через экзорт. Приплыли. Куда вообще? Что? Бух! Экзортовый инвокер. Сейчас мне надо отдышаться немножко. Все, ладно. Нет, не ладно. Я никак не могу вообще из головы выбросить экзортового инвокера. И ходит, главное, с лицом таким наглым. Ну, экзортовый инвокер. Не очень понимаю. Хотя она оттуда и опять же, парни, ни первый, ни второй день в доте прекрасно понимают, что комбинация какая-то у них наработанная имеется. И под эту комбину и берут у нас инвокера. Ну что, по-моему, Энигма доигрался. Здесь его видят. Хотя Леон опять же есть на подсейф. И кто еще вообще доигрался? Стан по двоим у нас от Леона. Скайросмаг отходит отсюда. Скайросмагу вообще стана Леона хватит. Игнает пошел по Энигме. Больше никого не цепляет. Разор ничего по скиллам не вкачал. Ни статиклинка, пока не плазма филда. Ну, зефрика отсюда гонят, не забирают. Акс получил руну, получил стан, ушел отсюда. Все, комплексити написали, что они выиграли. Кто первый сказал, тот выиграл. Чур, я победитель. Ладно, в любом случае, интересно будет посмотреть, что комплексити организуют. Пик у них, ну, пускай, если и не классный, то как минимум интересный. Варлок в мид против инвокера. Противостояние здесь должно быть серьезное. У нас еще экзортовый инвокер. Не очень люблю, но не часто вижу. Значит, как минимум интересно. Смэш тоже у нас, собственно, в фарм направился. Уже 60 практически с руки. Ну, и 62 у нас у Варлока. Бодаться за крипов на ранних левелах должны ожесточенно. На сложную отправляется в соло Акс. ТЛК будет на нем отыгрывать. Вен и МСТ на легкой линии фарме. Здесь на сложную стоит и Фрид. И Фрид тут должен получать левел. Больше, в принципе, ничего. Хотя, если стоять соло против Джаггернаута и без выхода какого-то от Скайросмага, то почему бы и не побиться за крипов, побиться за фармы ранние деньги. Ну и Фриду дали свободу пока что. Я думаю, что Скайросмаг вскоре появится на лайне. Это будет как-то как минимум правильно. Потому что ранние артефакты у... Какой хитрый Зифрик отправился за Т1. Т1 собирается убивать у нас Курьера. Ну, как-то не вовремя у нас Зифрик вышел. Идалонов целая пачка. Стояли, ждали его. Энигма, по-моему, вообще в поле видимости Зифрика не появлялся. В спину Смэшу выходит. Игнайт есть. С Игнайтом одним не отделаться. Подожгли у нас Смэш. Под ноги себе Санстрайк. Санстрайк не работает. Потому что просто-напросто ни по кому не попадает. Зифрик выживает. Фёстблат для Свиндл Меланса. Но видели же, прекрасно видели Зифрика. Идалонами здесь, собственно, всё прочекали. Всё было понятно, почему не отреагировал Инвокер. Непонятно. Ну, понятно, почему Инвокер не отреагировал. Слишком много интеллекта. Так, здесь месиво между Аксом и Веном. Кстати, клинк имеется. Вот теперь Акс убежать лучше отсюда. Потому что с руки просто Вен разваляет у нас Акса. Зацепил и просто по спине кнутом. Плюс 112 к демаджу. Спасибо, приходите ещё. Теперь фарм для Разора более чем лёгок. Варлок забирает у нас Леона. Где вообще это случилось? Леон, я так понимаю, повторял историю, которую Огроб хотел сделать. Не очень получилось. Пока 2-0. Впереди команда Комплексити. Колдснэп о Зифрику и бежать. Но Инвокер у нас квас экзорт. Экзорт. У Ифрит уже 815 на руках. А так быть не должно его. Должны были гнобить на этом лайне. И максимум, что он мог получить, это на 150-й минуте 6-й левел. Но не играет команда Комплексити так, как нужно. Они и в прошлой игре старались не играть так, как нужно. За что поплатились в минуте на 22-й, 23-й без товаров вообще. Но ещё и уходит у нас слайна Зизи Дота. Уходит вместе с пачкой крипов за спиной. Теперь просто бежать и получать от крипов. Боли и унижение команды Комплексити. Хотя 0-2 выигрывают на данный момент. По графикам 1000 золота в их пользу. По экспириансу 600 тоже в их пользу. На лёгкой линии наконец-то появляется саппорт для ТЛК. И уходит, сразу же уходит. Ну, тут уже повезло один раз на миде против инвокера. Почему бы не попробовать счастье ещё раз? Какая-то странная Дота. Просто какая-то карусель. Бегают по кругу, забирают ворды. И встречаются с идолонами и стоят, бьются. Развернись и бей. Просто развернись и бей. Здесь Зифрик не уходит отсюда. Да, нашёл кого слушать. У нас Энигма развалился. 0-3 команда Комплексити пока что впереди. ТЛК агрит на себя Смэша. Смэш горит. Санстрайк под ноги. Возможно, Зифрика заберёт, а возможно и нет. Приходит МСТ, забирает у нас Огрмага. Бежит Смэш. Ну, подожгли его. О, Варлок уже у нас серьёзно дамажит инвокера. Я думаю, инвокер здесь рассыпается. Варлок, Киллинг Спри. Мид отличный. Мид просто великолепен. У Варлока есть сапог. Здесь тоже есть сапог. Но по скорости бега Варлок посерьёзнее будет. 345 против 340. Догнал, настрелял. Доминейтинг, дабл килл. Варлок, возможно, выйдет серьёзные артефакты. Такие, например, как Аганим и Рефрешер. Возможно, всё это будет хорошо. А, возможно, команда она оттуда и возьмётся за ум. И, наконец-то, начнёт драться более-менее вменяемо. Вэн, скорее всего, большую плохую птицу здесь забирает. Да, ещё один удар. Падает у нас Скайросмак. 2-5. Зфрик. Сразу же фаербласт. Ну и Вэн рассыпается. Мог бы, в принципе, оставлять Варлоку фраг. Но решили здесь разобрать недалеко от двух персонажей сразу. Джаггернаут в это время забирает Фейслес Вайда через Омни Слэш. Какой здесь левел? Пятый. Ну, там не подсейвится вообще никак. Голему, палящую на голову, Инвокеру. Акс забирает фраг. 2-8. Комплексити, по-моему, что-то съели перед игрой. Второй. Ведут себя... Или просто поели. Ведут себя очень агрессивно. И приятно наблюдать за такой дотой. 8-2 на шестой минуте. Выходят на первый Т1 по топу. По какому топу? По миду, конечно же. Будет ли сейвить? Недалеко у нас Леон. Леон ловит Сайвенс. У Скайросмага гонят дальше. Фаербласта не будет. Но он здесь пока и не нужен. Развалили. 9-2. Леон рассыпается. Вен вообще не подходит. Тут разве что Плазма Филдо. Можно попытаться на себя переагрить крипов. Голем сейчас рассыпется. Но можно, в принципе, и без него драться. Акс недалеко. Недалеко Акс. Колсне пошел у нас на Акс. Он должен крутиться. Идалонов хотя бы разваливать. Пошел у нас Варлок всех стопить кастовать. Так, остановили здесь Леона. Леона под собственным тавером развалили. Куда Санстрайк? Наверное, никуда. Потому что все живы и здоровы со стороны команды комплекси. И бежит дальше Вен. Зифрика пытается поймать. Как бы не поймали у нас Вена. Потому что 4 человека все-таки со стороны команды комплекси. Да, некоторые из них биты. Но, опять же, чем более биты, тем более злые. Тейл как? 6-й левел уже есть. Уже можно агрить на себя и устраивать какой-то вменяемый файт. Опять же, опять же, Shadow World есть у нас. У Варлока прокачаны в максимум. Попробуй еще разбери у нас Акса под хилом Варлока. Ну, вроде бы затихла ситуация. Нет, не затихла. Файт дальше продолжается. ТЛК против Вена. Квеллинг Бейд по голове. Можешь дальше высасывать демедж. Минус 126 по демеджу. Какая, в принципе, разница, если топор прилетает у нас в голову Розору. Смэш под Shadow War Dome. Серьезно проседает. И экзорт никак не помогает хилиться у нас инвокеру. Санстрайк и колд снэп. Вот именно этого я и боялся, когда флеймил изначально экзортового инвокера. Куда эти санстрайки летят, непонятно. Зацепили Зизидоту. Пришел сюда Леон. Ну, так можно. Хотя бы не промазал санстрайком в хроносфере. Развалили потихонечку перебыковавшего Джаггернаута. И неплохо по золоту с него подняли. На самом деле, 600 упало для команды на Тодей. Ну, и потерянные деньги от самого Джаггернаута. Доставьте же вы Войду. Ну, не оставьте же Войду. Задонайте вы Тауэр свой. Войт почему-то бил крипов, хотя можно было задонать Тауэр. Ну, оставили машинки. В принципе, дело команды на Тодей. Не доконтролили. И видно, что играют не собрано. Вторая катка как-то легко показалась им будет даваться. И команда на Тодей, я думаю, расслаблена первой игрой. Вышла на вторую. И сейчас получает за это. Никуда у нас станут. Леона пошел. В это время ТЛК забирает у нас Энигму. Все это происходит на сложной линии команды Комплексити. Но здесь, скорее всего, умирает у нас Акс. Тут Квилинг Бейт бессмысленен, потому что куча ХП еще было у Розора. По всей карте не знаешь, куда... Куда переключиться? Где вообще файт найти? Вэн. Ловит стан, ловит игнайт. Можно бить. Хотя, чем дамажить? Дальше будет статик линк. Ну все, уже минус 56. Огрмак просто гладит по спине Розора. Вэн улететь отсюда по-хорошему. Потому что откэдэшится. Да уже, как фаербласт откэдэшился. Можно было и встрять. Падает на голову команде Not Today Голем. Смэш проседает по ХП. ТЛК агрит на себя Энигму. Квилинг Блейд. Энигма отправляется в таверну. Ну и голуби в спину Смэшу. Да. На свой труп еще вкастовал Санстрайк. Нет, Санстрайк не лечит. 10 минут позади. Давайте глянем графики. 4 тысячи по золоту. Команда Комплексити по Экспириенсу. К 3 приближается Комплексити. Ну понесли. Все серьезно. Несут. Пушат. Дерутся на всех фронтах. За Т1 зашли. Вэн под Мистик Флеером. Разваливается. Еще один фраг для Акса. 5-16. По-моему, на Т1 переоценили свои силы и немножечко недооценили команду Комплексити. Ну и я тоже. Грешин недооценил. Ну, здесь стоит Хилинг Вард. Зачем вообще бить Джаггернаута? Ну, в принципе, так-то можно разобрать. Джаггер старается отсюда уйти. Меднает пульс под ноги. Ну, Джаггер не должен отсюда уходить. И ТП не дадут сделать. Все. Убили Джаггера. 6-16. Файты нон-стоп. 11 минут и 22 фрага уже на карте. 2 фрага в минуту. Великолепный показатель, как для ранних минут матча. Блинкинг Трэмп, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Вконтакте. Подпишись на группу. Нет, не подпишись на группу. Просто напиши мне синонимы для слова убили. Потому что тоска вообще. Пытаюсь в голове подобрать синонимы. Не получается. Напиши. Я, правда, тут без троллинга. Напиши слова, чтобы я их хотя бы в голове держал. Потому что за деревьями леса уже не видно. Пока перечисляешь скиллы и прочую ерунду. И отпавших ребят тоже перечисляешь. Как-то не до синонимов. Слово убили. Но, понятно, критика вполне уместна. И, по-моему, более чем полезна будет для меня. Если, опять же, ты продуктивно ее сделаешь. И поможешь мне с серьезным вопросом синонимов на слово убили. 716. Забрали Джаггернаута. Все это случилось в лесу команды Not Today. Что здесь делает Джаггернаут? Ну, по факту я понимаю, Джаггернаут здесь умирал. Кельнули. Приехали, да? Делали-делали стримы. Меньше играйте в доту, больше читайте в книг. И тут кельнули. Плакали мои слезки вообще от таких слов. Огрмага уже появляется в Point Booster. Фрик нормально идет по КДА. 4-2-8. По золоту тоже дела неплохо у него. Где-где-где? Ну, топ-6 и топ-7 точнее. Мега-килл для Варлока. На нижнем лане убили... Где ты, где вообще? Где мои синонимы? Убили Леона. Вот слова больше не скажу, кроме убили, пока не появятся синонимы в личке ВКонтакте. Команда Комплексити выходит на нижний Тауэр. Но опять же, в лице одного Зизи Дота. Здесь на миде на Тудэй уже собрались. Готовы забирать Т1 и просто рассыпается Фейслес Войт. Никто его не выпускает. Здесь еще и Вэн лунной походкой пытается отсюда уйти. И ТЛК зацепил Энигму, Квиллинг Блейд. Где он? Нет, без Квиллинг Блейда. Разобрались. Минус 2 для команды Комплексити. Тауэр разменяли на двух героев на Тудэй. А это по денежкам достаточно много. Тысяча капнула Комплексити и 500 отвалилась от на Тудэй. Зи Фрик быкует. Стоит почему-то на миде абсолютно в соло. Получает кирпич, получается анстрайк. Отъехал. 8-19. Ну, Комплексити теперь, по-моему, сами переигрывают немного. Пошел ульт от Варлока. Опять же, под ноги... Под ноги болота от Варлока. Тут попробуй вообще уйди. Минус 2 сделали. Непонятно. То одни переоценивают свои, недооценивают соперника, то другие. Нон-стоп какой-то фит. И фит, честно говоря, ну, нелицеприятный абсолютно. Ох, там советников. Сейчас в личку зайду почитаю. Вижу сообщение. Сейчас буду читать ликбез по Доте и по русскому языку. Словарь синонимов в помощь. Все, отвалился у нас Рошан для Джаггернаута. Так, итак, у нас хит-парад. Синонимов. Отправили на фонтан, дали время отдохнуть. Хорошо. Минус анули. Сделали фраг. Нормально. Можно... Да, спасибо, синонимы. Артем, отъезжай. Поймали, наказали, рассыпается, отъезжает РАЙП. Да чтоб я вообще сдох. Так, так, так. Ну, понятно все. Кто из вас тот самый? Наверное, там, где больше всего. Поймали, наказали, рассыпается, отъезжает РАЙП. Ну, не знаю. Поймали, наказали. Не могу ничего сказать по этому поводу. Сколько я изучал русский язык. Как-то синонимами это не назовешь. Ифрит. Как неудачно Ифрит у нас реализовал своего персонажа. Пытался сделать тэпаут. И поймали, наказали у нас Ифрита. Отъезжает под фонтан РАЙП. Ладно, я же что это? Я уже тролли. Нет, спасибо в любом случае за содействие. Подноги Энигме. Мистик Флэр. Энигма в таверну. Пошла погоня у нас за Леоном. Леон еще и голубей поймал. Квилинг Блейд по голове Атакса. Минус 3 для команды Комплексити. Потеряли одного Скайросмага. Но это вообще не велика потеря. Скайросмаг должен по дефолту умирать у нас в файтах. Ну и в это время Комплексити выходит на нижний тауэр. По-моему ситуация повторяется. Конечно не так ретиво как в прошлом катке со стороны команды на Today. Но теперь собственно от Комплексити. Серьезный пуш. Серьезные удачные файты. Крутая реализация своих персонажей. Пошли дефать Т1. Смэша поймали. Игнайт. Файр бласт. Смэш умирает. Вэн Тепаут пытается делать. И скорее всего удастся ему. Сделает данный мув. Но выкупился Скайросмаг. Зачем правда непонятно. Тут и так по денежкам проблемы полнейшие. Еще и в кредит себе взял байбэк. Ладно. Его дело. 9.25. Комплексити впереди. По золоту. Более 10 тысяч. Даже более 11 тысяч. По экспириенсу. Десятка тоже для комплексити. Ну они как-то подпроснулись. После последней игры. Ладно. По артефактам давайте пробежимся. Прибавь звучка в игре пожалуйста. Звук доты вы имеете ввиду? Что там? Чего не хватает у нас? По-моему звук доты совсем не тихий. Ну насколько я могу судить. Мне так орет, что я вообще себя толком не слышу. Драка на миде. Блэк Холл пошел у нас от Энигмы. Разобрали Варлока. Смэш. Отъезжает от одного Омни Слэша от Джаггернаута. Статик Линк опять же по Аксу. Готовится Вен драться. У Вена есть Мекку. У Вена есть Ульт. Можно бежать и бить. Надтуда и должны хотя бы чем-то отвечать. Хоть как-то реализовывать фраги. Убили опять же кор-героя команды Комплексити. Варлока. Все, давайте по вещам разбираться пока есть время. Скайрос Мага ничего там урна. Почти насобиралось бы, если бы не делал байбэк. Осталось Сейдж Маск затарить. Поинт Буст Рогер Клаб. И совсем немного Зифрику остается до Аганима. Где-то 200 по золоту. Да бей же ты его. Да, 150 по золоту. Кстати, Фейслес Войд у нас очень плотно получает по лицу. ТЛК ловят. Подкоп пошел. Есть хроносфера у нас от Войда. И очень неудачная хроносфера от Войда. Потому что как бы ему вообще отсюда уйти. Два Голема. Сразу же на голову у нас Леону. Леон отсюда улетает. А вот Ифрит никуда отсюда деться не может. 40 секунд не будет Войда. Можно пропушить. Да и в принципе с Войдом можно пушить. Не вопрос. Все, появляется у Огрмага уже Аганим. У Джаггернаута. Тем временем. 3 900 на руках. Яша есть. Мом есть. Фазы есть. Ну, наверное, у нас, я думаю, Зизидота пойдет сразу в Айовскаде. Иначе зачем столько денег с собой носить? У Акса Вангуард. У Акса Блинкдаггер. 3 000 остается до Аганима. У Варлока после Аганима уже 2 000 на руках. Пора выходить в рефрешер Орб. Ну, видите, раскачку. Никаких, собственно, тут связок нет. Никаких, опять же, Fatal Bones от Варлока. Никакой Пап Доты. Просто Обхивл. Просто тот же Shadow World. И поехали драться. Ну, постоянно. Обхивл постоянно лежит под ногами. Варлок тут и саппорт, и убийца, и все в одном. Ну, почему нет? Аганим есть. Бросил на голову двух големов. Болото под ноги. И стойте вообще, гните в нем, пока големы разваливают всю команду. 2 100 на руках. У Джаггернаута появляется Башер. Вот так вот Зизидота решил у нас распорядиться своими деньгами. Пожалуйста, еще 2 000 остается на руках. Поймали Вэна во вражеском лесу. Как ты вообще здесь оказался? Ну и старается уйти отсюда Леон. Ничего толком. Не получается ли он тоже отправляется в таверну? Ну, у Леона вообще дела плохо идут по фарму. Тут никаким даггером и не пахнет. Что у нас у инвокера? Первый некрам, до вторых совсем чуть-чуть у Эфрита. Мейлстром. Я уже надеялся, что БКБ, возможно, появится. Нет, ничего здесь не появится. В виде БКБ появится Мейлстром. Честно говоря, Эфрит не внушает никакого доверия по своему фарму и по количеству смертей и убийств. У Розора тем временем. Имеется Мека. Есть Огрклаб. Ну и Яша готов. Сэндж Яшу выходит у нас Разор. Хроносфера пошла от Эфрита. Эфрит сыпется от Скайрос Мага. Как вообще играть, когда Войт соло сыпется от Скайрос Мага? 31.11. Еще и Смэша здесь расковыряли. Джаггернаут забирает данный фраг. Ну, везет команде. На Тудей, на Расслабуху. Просто вышли, я так понимаю, отбыть номер. Во втором матче отбыли. Пока что номер явно не в их пользу. По золоту. 13.000 в пользу команды Комплексити. По экспириенсу 16. Комплексити очень серьезно подготовились на вторую катку. Ну и самое приятное для них это то, что все получается. Ну вот он экзортовый инвокер. Какая от него польза? Просто, просто может кто вообще... Ну да, я уверен, что у нас в чате очень много серьезных инвокеров. Возможно, вы сможете мне объяснить пользу вообще экзортового инвокера в командной доте. В каком-то тимплее в CM. Что он может делать? Санстрайк здесь я вижу. Санстрайк, по-моему, никого у нас за всю игру не убил. Смэш. Агрится у нас на Акса. Немного совсем осталось у нас Смэшу. Где Квилинг Блейд? Ну вот, экзорт себе... Экзорт. Санстрайк себе под ноги. Это все, чем у нас занимается Смэш в данной катке. Огрмак. Через мультикаст просто развалил у нас. Войда. Опять же, есть уже Аганим. Два Фаербласта. По-моему, несколько мультикастов прошло. И Фрид рассыпается в шестой раз. ТЛК. Выходит у нас в Бладстоун. По-моему, команда Комплексити вообще осатанила. Врывается на хайграунд ТЛК. Агрит на себя Вена. Есть ли Блэк Холл? Блэк Холл есть. Правда, маны пока нет. Но есть Солринг у нас у Энигмы. Надо подраться. Под ногами Миднайт Пульс. Заканчивается. Энигма, скорее всего, Блэк Холл здесь не заюзает. Даже разворачиваться нет смысла. Бласт пошел от Смэша. Но это все абсолютный бесперспективняк. Падают бараки на нижнем лайне. Три игрока команды на Тудей в таверне. Здесь есть инвокер, но он экзортовый. Как он будет отпушивать, непонятно. Форгиды тоже вообще не вариант. Вен рассыпается. И Фрид пошел разваливать Скайра с мага. Нашел себе жертву. Омни Слэш скоро появится. Нет, не скоро. Маны не хватает. Но Зизидота просто бежит с руки, ковыряет. Гадлайк уже от Акса. Что вообще на Тудей умудрились сделать в этой игре? Как-то у них так получилось слить катку. Не понимаю. Ну вот, экзортовый инвокер. Собственно, все великолепно. Варлок в итоге выигрывает в полнейший хлам мидлейн. Зарабатывает ранний аганим. Зарабатывает крутые шмотки. Два голема на голову. Обхивал. Стойте. Умирайте. Голнекс. Ну что, поздравляем команду Комплексити. И я понимаю, в чем победа заключается. Первым у нас написал, по-моему, Зифрик, что мы выиграли. И все, команда выиграла. Главное дать себе настрой перед файтом. Написали. Забили победу за собой. Победа пришла. Поздравляем Комплексити. Нашли, чем ответить. Давайте я вас на табличку переключу. Пока не забывайте. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Если хотите общаться, пишите в личку. Готов отвечать на все вопросы. Ну и ставьте лайки на нашем Твиче. Пожалуйста, нажимайте follow. Это очень важно и очень полезно. У нас ранний этап развития. Ждем, верим, надеемся на вашу поддержку. Это все абсолютно бесплатно. Никто ничего с вас не потребует. Так, по таблице, собственно. На оттуда и 13 поинтов у них теперь становятся. И Комплексити. Ну, тут печаль у Комплексити полнейшая. Они не претендуют на выход. Ну, как не подсиропить лидером. Собственно, это понятно. Ну что, у микрофона был друг. Это студия Агрокам ТВ. Не забывайте подписываться. На Ютубе у нас все вводы Join.MLG Pro League. Дальше следующие турниры тоже будут по расписанию. И, собственно, собственно, все. На сегодня информации больше нет. Спасибо. Приятно было провести с вами время. У нас было 6 матчей азиатской доты, 2 матчей американской. Европы сегодня не было. По-моему, будет завтра. Ну, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Расписание там будет по этому поводу. Все. Услышимся уже завтра. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спокойной ночи. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся. Услышимся. Услышся. Услышимся. Услыш trilogy. Услышимся. До следующего. Продолжение следует...